Что такое медохондр? Это в клетках, в каждой клетке есть энергостанция, которая вырабатывает вот эту энергию, АТФ, о которой мы говорим. И вот эта энергия вырабатывается только при достаточном поступлении вот этого креатинфосфата. И если в нашем организме не будет поступать креатинфосфат, а мы сейчас будем на следующем слайде с вами, увидим, как восполнять его недостаток, этого креатинфосфата. А здесь мы пишем, на этой схеме я вам нарисовал о том, как происходит гибель клетки, как происходит болезнь человека. То есть вначале гибнут вот эти митохондрии. Как только гибнут митохондрии, следующим этапом наступает гибель клеток. Когда наступает определенное количество процентов клеток в организме, происходит нарушение функциональности ткани. То есть нарушается ткань. Вот, допустим, у нас кожа, да, если там будет больше 50% клетки погибнут, кожа нарушается ее функция, да, защитная функция. Или там, допустим, зрение наши, глаза. Мы видим, допустим, 100%, а если там 70% клеток глаза наших погибнут, то мы перестанем видеть. То есть работа наша нарушается. То есть это является нарушением функции ткани. Следующее, нарушение функции органа. То есть функции органа, когда весь функция полностью органа нарушает. То есть мы говорим про глаз. То есть когда, если большее количество ткани погибает, то глаз нарушается как орган, теряет свою функцию. Так вот, обратите внимание, что вот до вот этого момента, пока функция органа не выключилась, вот эта фаза называется фаза малодиспокойщика изменения. То есть если у вас в организме не будет хватать креатинфосфата, то вы этого даже не заметите вначале. А когда вы заметите, то вот фаза беспокойщика изменения. То есть эти нарушения будут иметь уже системный характер. И когда мы обращаемся, вот тут зеленым показано, за медицинской помощью, очень часто бывает здесь нам просто некогда еще там. Чаще всего вот нарушение функциональности целых систем. Мы поступаем, обращаемся к врачу. Когда вы в этой ситуации поступаете, пока анализ сдали, вы доходите до этой стадии, врачи вам не всегда могут помочь, потому что вы, как всегда, как говорят врачи, когда вы пришли, уже поздно, говорят, где вы раньше были, правильно? А раньше ничего не болело, ничего вроде не чувствовал, все было нормально. И поэтому вот эта схема, она имеет очень большое значение. Для чего? Для того, чтобы вы знали, что вот эта верхушка айсберга, да, вот здесь надо работать и вот здесь заниматься технологиями, чтобы вот этот процесс в корне восстановить, то есть чтобы он не нарушался. Пожалуйста, следующий слайд. И вот как образуется креатив фосфат. Вот эта схема, она является ключевой. То есть на ней изображено, как у нас в организме образуется креатив фосфат. Значит, первый этап происходит в почках. В почках, в наших почках, соединяются два вещества, глицин и аргинин. Глицин и аргинин. Далее. Из них образуется гуанидин ацетат. И это вещество поступает уже в печень. А в печень он соединяется с метионином. И в результате образуется вещество креатин. И вот это вещество креатин поступает в мышечные клетки наши. И вот отсюда возникает первое правило, о котором говорит народная мудрость. Движение жизни. Потому что креатин фосфата образуется только в работающих мышечных клетках. То есть если вы пьете, едите, принимаете лекарства, это все не работает до тех пор, пока вы не начнете двигаться. И двигательной нормой человека является 5-7 километров в день. Это ваша норма, при которой у вас достаточный креатин фосфата должен образоваться. И все продукты, которые вы съели. Представляете, 5-7 километров, это какое расстояние? Кто пешком ходит? Ну это примерно, сейчас скажу, примерно 6-7 остановок пешком. 6-7 остановок пешком нужно каждый день обязательно пройти. То есть если у вас нет возможности выйти из дома, значит вы дома должны эти круги сделать. Это сейчас продается шагомер, шагомер, вот 5-7 тысяч шагов. Шагомер и помер, так сегодня выполнил норму. Не выполнил, вышел во двор, давай ничего, пойду, пройдусь, погуляем. Ну это я заутрирую, но на самом деле активность, наша мышечная активность, она имеет очень большое значение. И одна из проблем у современного человека, это малоподвижный образ жизни, из которого очень много болезней вытекает. Потому что человек создан для того, чтобы двигаться. И если мы не двигаемся, мы обязательно будем болеть. Самым распространенным популярным болезнью является сахарный диабет. Сахарный диабет, что такое? Это непотраченная энергия. Непотраченная энергия срывает поджелудочную железу, потому что непотраченные углеводы, их перерабатывает поджелудочная железа. А мы должны их мышцами потратить и все. Это называется болезнь трех кресел. На работе хорошее мягкое кресло, домой едем, стараемся в мягкой машине или в автобусе ехать, чтобы все было помягче. Домой приходим, мягкий диван или мягкое кресло домашнее. Вот три вещи, на которых проходит наша жизнь. И в результате является то, что не оборабатывается креативный фаспорт, мы начинаем болеть, наши клетки потихонечку медленно начинают умирать. Нам не хватает энергии, мы совсем не хотим после этого уже двигаться. И в результате является то, что мы говорили на предыдущем слайде, наши заболевания. Поэтому мы должны для себя запомнить, первое, что вот эти вещества нам должны в организм поступать, три вещества, глицин, аргинин, метианин, незаменимые кислоты. И когда мы должны физическую нагрузку давать, то креатин, фосфат должен образоваться в нашем мышце. А почему нам занимать вот эти компоненты? Вот смотрите. А еще мать проясни. А, слушай, я прошу. Скажите, а вот силовые упражнения изменяют пищу? Силовые нагрузки, они вредны. Почему? Потому что, сейчас объясню. Когда вы занимаетесь силовыми нагрузками, вы вот этот переходный режим увеличиваете, вы даете потребность, чтобы больше креатин, фосфат уходило. Потому что силовые нагрузки – это переходный режим. Переходный режим вы тратите креатин, фосфат. Поэтому я не сторонник силовых режимов, я вам не рекомендую. Самое нормальное, то, что для движения человека нужно, оптимально – это ходьба, или часовое плавание, или прогулки, пешие прогулки, велосипедные прогулки. Силовые нагрузки – это не то. То есть все аэробные нагрузки получаются? Все нагрузки, которые на воздухе, да. А? Пресс. Пресс? Ну, вы укрепляете, делаете зарядку по утрам, у вас пресс укрепится. Вот. Ну, имеется в виду, смотрите, что такое силовые, да? Смотрели подразумевать силовым. Когда говорят силовые, я представляю штангу. Или на турнике подтягиваться. Нет, там, беседание, допустим, я считаю, все. Нет, это нужно. Это вообще элементарно. А работа собственная есть? Собственная есть, да. Или да, там, вот, лечные животные, допустим, удержательные, чтобы спину. Это нужно, это нужно, да. У нас будет следующая. Эта лекция у нас состоит из двух частей. Потому что она очень длинная, за один день его не прочитаешь. Поэтому она разделена на два. Шестнадцать советов в первую часть, и вторая будет, через неделю будет. Не через, а через две недели будет. Следующая лекция, там будет вторая часть. И там мы будем говорить о физических нагрузках, почему они нужны и так далее. Вот эти нагрузки, они, как бы, компенсируют недостаток перед пешеходным прогулом? А, вот такая. Ну, если по времени, по времени, вот столько же, сколько-то, шесть остановок, тогда, конечно, да. Час надо? Час или? Ну, да, час. Час, ну, час, полтора часа, да. Пожалуйста, если будете пресс, полтора часа, консультация, конечно, заменит. И потянется. Да, и все потянется и так далее. Не только блеск, там, подушки на параллель. Да, не-не-не, вопрос о том, что вообще о поддержании формы, да, о поддержании, чтобы нагрузка были на все виды мышц, это вообще обязательно вещь, обязательно нужно. И вот так, таки, вот когда вы ходите, у вас ведь все мышцы задействованы, вы не обращали внимания, когда. Или плаваете, все мышцы у вас задействованы. Плава не вообще, да, задействованы абсолютно все. Да, абсолютно все задействованы. Поэтому эти виды, они не просто так вот взятые, они точно так же велосипедная прогулка. Все мышцы задействованы. Вы же. Вы же. Ну, и можно продолжать там дальше. Танцы. Ага, танцы, да. Конечно. Если всю ночь танцевать, вообще, столько лет на послата образуется. Только не в душном помещении, а на улице лучше дискотеку делать. Вот. Теперь смотрите. Вот мы говорили о метионине, да, который у нас в печени должен образоваться. Но дело в том, что метионин – это незаменимая кислота. Вот. И она должна поступать с пищей, но с пищей у нас всегда поступать недостаточно. Почему? Потому что, смотрите, вот в 100 грамм продуктов, сколько содержится метионина. То есть, для того, чтобы этого метионина получить, вот здесь на этом табличке написано, сколько нужно съесть этих продуктов. Вот смотрите. Творог свежий – полтора килограмма каждый день надо есть. Или яйца куриные – пять штук в день. Парное молоко – 8 литров в день надо выпивать. Или мясо свинины – 400 грамм, полкилограмма почти съедать нужно. Вот. Понимаете, да? То есть, вот верхние здесь продукты, которые как-то в меньших количествах можно. Если вы эти продукты как-то съедаете, вот, в этих количествах, да, то еще как-то можно получить. В остальных случаях, если вы эти продукты не съедаете, то аптечная система выпускает специальные таблетки по 250 миллиграмм. То есть, 250 миллиграмм – суточная ножа в доме ваша 2 грамма, да, по 250 миллиграмм – это вы должны 8 таблеток в день съедать, если вы плохо питаетесь. Если вы хорошо питаетесь, вам достаточно по одной, по две таблетки три раза в день принимать метионин. Но в любом случае, по таблетке три раза в день метионин нужно постоянно получать, если вы хотите, чтобы быть, ну, абсолютно здоровым и быть, как бы, оптимальной технологией для себя, выполнять для себя, делать. То есть, метионин у вас должен всегда быть под руководством. А если вы заболели, дозу всегда надо увеличивать. То есть, 8 таблеток, если вы даже простудились, в температуре лежите, там надо... А по таблетке три раза в день? Да, профилактически по таблетке три раза в день примерно достаточно. Остальное вы продуктами все равно что-то получаете каждый день. А когда болеете, дозу немножко увеличивать нужно. По две таблетки три раза... Беременным я назначаю по две таблетки три раза в день. Или при подготовке к беременности. А когда болеете, по две таблетки четыре раза в день и по три таблетки четыре раза в день приходится давать, чтобы организму дать немножко вот эту энергиообразованность. Следующий. Скажите, а вот белковые коктейли. Белковые коктейли. Если там содержится метианина, надо смотреть в составе, сколько метианина. Там, если, допустим, белковый коктейль, пишут, какие там аминокислоты есть, и сколько получается, если это два грамма, пожалуйста. Можете пользоваться белковым коктейлем. И следующее. Ну, то, что мы говорили о физических нагрузках, да. И теперь смотрите. Еще два органа, в которых креатинфосфат очень плохо образуется. Он же в мышцах образуется, да. Вот. Два органа, в которых самостоятельно должен образоваться креатинфосфат, но у них он самостоятельно не образуется. Это легкий и кишечник. Вот. Вот на этом слайде показано, как в легких, при каких условиях образуется в легких креатинфосфат. То есть, вы все продукты едите, метианин пьете, но у вас в легких креатинфосфат еще не образуется. Для того, чтобы он образовался, вы должны ваши бронхи задействовать. То есть, бронхи у нас состоят из эпителиальных клеток, которые содержат реснички. И вот эти реснички, они должны все время колебаться. И в сутки в легких у нас образуется по стакану слизи. И эта слизь должна выделяться, мы должны ее отхакивать. Так вот, слизь-то слипает, особенно у горожан. Реснички слипаются, и вот эти реснички, они с функцией своей не выполняют. Они микробы не выгоняют. И поэтому, как только какая-то эпидемия начинается, там, ОРЗ, там, насморк, любое это, мы все начинаем кашлять. Почему? Потому что у нас реснички не работают. А реснички, чтобы работали, оказывается, единственный способ, чтобы они не работали, это мы должны петь. Петь, или мантры читать, или молитвы читать, и так далее. И наши предки были не дураки. Когда, сделав все хозяйственные дела, покушав, выходили на лавочки и пели. Или там, танцевали еще и пели. То есть, это народная мудрость, она не просто так, как веками была выработана. Поэтому петь в домашних условиях, причем, причем народные, да, не эстрадные. Причем народные. Ну, значит, есть объяснение о том, что там имеют значение именно сами звуки. Сами звуки, каждая нота, каждый звук, оно, оказывается, имеет на организм человека определенную вибрацию. И эта вибрация, она вызывает положительный, то есть, оздоровительный эффект имеется на нашу внутреннюю форму. Поэтому петь не просто так, а нужно настоящую, хорошую песню петь. Или читайте мантры, молитвы читайте. Но не меньше 45 минут, час в день. Каждый день. Да, то есть вы должны. Хочешь, не хочешь, вместо того, чтобы телевизор посмотреть, лучше предложите мужу попеть, давай попоем. Вот, это полезнее. Давай я тебе спою. Да, это же спою, да. А лично вы как бы восполняете. А? Вы ничего не как бы спать. Я? Я лекции читаю. То есть, я даю голосовые нагрузки, мне хватает. На пене мне уже не хватает. Но я пою, знаете, какие случаи, когда, если что-то простынули, когда кашель нападет. Я иногда, бывает, что, допустим, иногда ночью проснулся и кашель дали. Каждый сталкивался с этой ситуацией. Я встаю, иду на кухню, закрываю дверь, чтобы меня никто не слышал, никого. И пою. Час пропел, кашель прошел, все утром встаешь, кашля нет. А соседи еще говорили? Соседи еще не приходили, у нас их не слышно. Слышно с теми, слышно с теми. Поэтому вот надо этим пользоваться. То есть, когда вы заболели, вам нужно отхаркивающее, вместо того, чтобы горчичники там, какие-то отхаркивающее пить. Можете спокойно, полтора часа пропели, у вас сразу все отойдет, сразу вылетать будет все, что там накопилось. Понятно, да? Следующим. И второй орган, это толстокишечник. Вот толстокишечник, это орган, в котором тоже очень плохо образуется креатинфосфат. Кроме того, там живут наши друзья. Друзей называют лактобактерией, бифидобактерией, которые питаются только неперевариваемой целлюлозой. И мы, эти продукты, они невкусные, нам особо не нужны. Но они нужны для друзей, раз, и они нужны для того, чтобы толстокишечник вырабатывал креатинфосфат. Креатинфосфат образуется только, когда эти продукты начинают попадать в организм. Там создается определенная температура. Эти целлюлозы создают определенную температуру. В этой температуре хорошо живут лактобактерии. Они нам дают кислород, они нам дают витамин В12. Они нам дают еще там 10 пунктов всяких веществ, в том числе и спирт суточный до нормы нашего. Но это все работает в том случае, если мы эти продукты употребляем. То есть это продукты репа, сельдерей, ревень, брюква, кормовая морковь, отруби, глюцерна, сверху столовую и различные жмехи. Понятно, да? Имеется в виду свежие, не варенные эти продукты? Можно варить, что хотите. Они все равно у нас не перевариваются, они попадают в толстый кишечек. Это для друзей. Главное, чтобы вам было не противно это есть. Вы как-то придумаете, блюда из них делать. Можно и свекла же, можно салат разное делать. Винегрет такой, винегрет такой. Домашний там. Еще всякие способы. Вот это? Жмых. Вот допустим, семечки подсолнечное масло делают. Остается жмых. Если ее не выбрасывают, а есть, то получится то же самое псевдолоза. То это не значит, что семечки вместе сколько есть. Специально. Но самый простой, в аптеках продаются отруби. Если вы это за день ничего не успели съесть, то вы приходите домой, 3-4 чайную ложку отруби, или в молотко, в кефир на ночь, или в бульон, или в кашу добавили, и съели. И в спокойную совесть ложитесь, и так спрашиваете себя, я друзьям все дала, все дала. А мой организм все получил. Между прочим, очень хороший тест. Разговаривать своим телом два раза. Перед сном и утром. Для чего это делается? Перед сном. Это у вас последняя возможность дать организму то, что вы за целый день не дадали. Вот если вы ложитесь и думаете, все ли, сегодня я съела все, что хотела. Если у вас есть какая-то организм, а я бы еще хотел сегодня вот это съесть, да, и такое ощущение есть, то вы должны встать, пойти в холодильник и это съесть. Обязательно. Потому что организм вас всегда, он чувствует, что вам не хватает. И вы всегда, если вы с ним научитесь разговаривать, он вам будет говорить, вот сегодня утром хотел вот это съесть, а ты мне это не дала, я бы сейчас хотел бы. Значит, муж должен идти в магазин, принести, и вы должны это съесть сегодня обязательно. Иначе ваш организм что-то недополучит и где-то у вас не сработает. Точно так же ночью все, что вы все продукты днем съели, они в ночь у вас перевариваются, перерабатываются. Утром вы проснулись, не вскакиваете, бежите там куда-то, сломя голову, а лежите и спрашиваете в свой организм, чего я хочу сегодня съесть. Потому что за ночь организм переработал все продукты, которые вы съели, и утром организм дает сигнал, чего вы хотите сегодня съесть. И организм говорит, вот я бы сегодня хотел лимончик, или я бы хотел сегодня ягодку такую, или рыбу съесть, или я бы сегодня хотел вот это. То есть вы должны обязательно этот продукт сегодня съесть. Но вы должны для этого, чтобы вот так с организмом разговаривать, нужно давать вашим вкусовым рецепторам возможность выбора. Вот если вы питаетесь только одним хлебом или там одной сосиской, да, то чего вы бы не захотели, организм кажется, хочу сосиску. А на самом деле вам не хватает какого-то микроэлемента, какого-то другого вещества. Поэтому вы должны всегда стараться разнообразно питаться. Всегда где-то пробовать. И очень хорошим, тоже это из народной традиции, является, что когда приходит в гости бабушка, да, бабушка приходит, и внуча там что-нибудь вкусненькое принесет. Что это такое? То есть бабушка делает детям разнообразие вкусовых рецептов. То есть он дает не тот продукт, который в семье уже едят, да, а тот продукт, который бабушка готовит. То есть в вашей семье этого нет. И ваши дети пробуют эти разные блюда. И потом, когда он вдруг захочет, он говорит, «Мам, я хочу вот это», значит, ребенку этот продукт не хватает. Иногда вы можете пробовать все продукты подряд, вам продукт может не понравиться даже. Но когда вам нужен будет этот продукт, ваш организм даже через 10, через 20 лет вспомнит. Он вспомнит, вот когда-то я пробовал вот такой-то продукт, вот сейчас я его хочу, он мне сейчас нужен. И вот когда вы будете утром, вечером ложиться спать и утром просыпаться, спрашивать организм, чего я сегодня хочу или там, чего я сегодня не доела, то есть вы, организм вам подскажет, и вы тогда то, что получится. Потому что организм никогда вас не обманет. Он всегда хочет то, что вам не хватает. Надо слушаться. Почему беременна женщина, да, говорят, если беременна женщина что-то захотела, надо обязательно дать. Ну, это беременность, это эксклюзивность состояния, да, но также нужно себе давать то, что и не беременность, не обязательно ждать беременности. Организм должен всегда получать то, что он хочет. Понятно, да? А вот скажите, а вот еще есть клетчатка. Это тоже утрепи, да? Клетчатка, да. Клетчатка и утрепи это одно и то же, да? Одно и то же, да. Вот какие-то такие бранулированные... Ну, вы не можете все время только на лутерберже или клетчатке, да? То есть надо все-таки стараться, чтобы разнообразие было. Но целлюлоз не ограничивается истинными продуктами. Вы не думайте, любые овощи, яблоки, груши, любые фрукты, овощи, они тоже содержат целлюлозу. Но там просто их количество очень мало. Нам нужно объемы больших съедать. То есть если вы сегодня не съели, но у вас есть яблоки, килограмм яблок, то съели, и спокойно, спортивно. Откройте, а вот, если ребенок, содержащие продукты, полезные, какой бы они имелись? Вечером. Вечером. Вечером на ночь, я говорю. Вечером на ночь. Потому что почему вечером на ночь, да? Вот есть большая ошибка, мы об этом уже говорили на предыдущих лекциях. Большая ошибка, когда говорят, после шести нельзя есть. То есть, наоборот, после шести надо есть. Наш желчный пузырь, он не должен голодать больше четырех часов, максимум шести часов. И когда, если вы в последний раз в шесть съели, и утром только в семь утра съели, у вас получается в 12-13 часов вы голодаете. У вас желчный пузырь, желчь не только почернеет, да, она светло-желтая, она за это время почернеет, и там камни образовываются. Это вот следствие того, что неправильное питание. То есть, обязательно должны что-нибудь на ночь съесть. Идеально у меня сейчас будет следующий слайд, я вам покажу идеально, на ночь съесть простоквашу или кефир с глюцерном, и спокойно ложитесь спать. А если ночью проснулись еще, молока стакана или полстакана хлопнули, дальше спать легли, тогда желчный пузырь ваш опорожняется, и он будет всегда хорошо себя чувствовать. А это какие-то граммы у вас? Что? Нет, нет, сейчас я покажу. Следующий. А сегли, инсты, стебли или... Лучше корни. Можно и стебли, а лучше корни. Там больше всего у вас содержит. И в стеблях тоже есть. Но больше корней. Вот. И следующее, это слайд, касающийся люцерны. Обратите внимание, вот здесь мелко написано, я просто прочитаю. В 100 граммах порошка люцерна содержится 19 грамм белка. Для сравнения, в мясе 22 грамма белка. Поняли, да? Еще раз можно объяснить. Значит, вот в 100 граммах люцерна, порошка люцерна, содержится 19 грамм белка. Для сравнения, в мясе содержится в 100 граммах мяса 22 грамма. Практически одинаково. И это говорит о том, что кроме того, вот там содержится более двухсуточный доз витаминов А, Е, С, сирена, кальций, железа и суточная норма витаминов Д, марганца, калия и других микроэлементов и веществ. То есть, о чем говорят, что если вы за сутки съели 100 грамм люцерны, то вы обеспечили себе практически всеми необходимыми витаминами и даже белком. Если вы хотите похудеть, не употреблять мясо, жир, вы можете увеличить дозу люцерны, или можно в этот период даже диету определенную себе создать. А в орехах тоже много стало. После ваших лекций, смотрите, вот особенно кедровые орехи, там нет 23% белка. Вот раньше, раньше ведь на Руси, кедровые орехи очень широко использовали. Тогда не было картошки еще, тогда не было вот эти зерна, и всегда ели орехи и льняное масло использовали. То есть, наши сейчас продукты, которые мы употребляем, они больше коммерческие, они не дают столько полезности, чем то, что использовали наши предки. Кедровые орехи являются одним из самых эффективных или хороших масел и орехов, которые содержат все необходимые вещества. Вот, теперь как готовится люцерна. Значит, здесь два формы люцерна. Значит, люцерна можно просто в таблетках гранулы есть биодобавки различные фирмы готовить, да? Вот, там нужно от 3 до 5 таблеток на каждый прием пищи принимать. Или лучше всего заготовить люцерну, или купить, есть аптеки, которые готовят специально люцерну в виде порошка, не порошка, а в виде травы. Вы ее вот блендерами или эти кофемолкой размельчаете, через сито просеиваете, и у вас получится 2 вещества, порошок мелкий и грубая часть этой травы. Порошок вы добавляете в супы, в фарш, если хлеб сами готовите в хлеб, и на ночь можно вот просто квашу, кефир, там любой молочный продукт, начинайте от 2 чайных лучших люцерна и добавляйте, постепенно доводите, можете полстакана люцерна, полстакана молочного продукта на ночь съедать, и ваши друзья вам будут говорить всегда спасибо. То есть они вот тоже... Стакан или церна? Нет, если стакан на ночь простакваши или молочного продукта есть, можно 2 чайные ложки туда добавляете и постепенно эту дозу увеличиваете. Сперва 2 чайные ложки, через неделю 3 чайные ложки. И вы добавите, можно полстакана люцерна, полстакана простакваши. Такую кашицу делайте на ночь, съедайте и будьте от этого здоровее, и креатинфосфат у вас образуется. Друзья, спасибо скажут, если у вас никогда не будет проблем с кишечником. Теперь грубая часть. Грубая часть вот этой травы, из нее можно, чтобы это все было, как говорится, все продукты использовать, ничего не выбрасывать. А вторая часть, это вы берете 2 чайные ложки люцерны, берете и берете 2 чайные ложки иван-чая, или кипре называется, трава, завариваете в заварном чайнике, доводите до кипения, до кипения. И как только вы снимаете с огня, добавляете чайную ложку душицы и чайную ложку бодана. Не бодан, а шутка бодан. Бодан. И наставите процент. У вас будет чайный напиток, после которого вам других чаев не захочется уже пить. Он и по витаминному составу, и по тонизирующему эффекту, и успокаивающему эффекту лучших чаев еще не приду вам чайного-то. Так, скажите, пожалуйста, сколько времени? Давайте 5 минут перерыв сделаем. Весь 15-4 часа. Весь 15-4, мы полтора часа работаем. Вообще час. Час, да? За половину. Давайте 5 минут сделаем перерыв, и потом в течение часа я постараюсь закончить, можно даже быстрее, как полтора часа. Хорошо? А вы это запишите и сделаем перерыв. Нет, выключать не буду. Можете переписывать. Включено будет, я только камеру выключу на перерыве, и все. КОНЕЦ